вообще классная квартира мне так нравится посмотрите да какое спокойствие какая тишина я реально здесь один дядь какой-то ночевал соседней комнате но уже нет он уже съехал и теперь вся эта большая квартира она моя и будем надеяться что так и будет как бы эгоистично это не звучало но было бы круто конечно испанцы коренные играют футбол испанки залазят на крыши смех ну что что я буду делать сейчас у меня закончились уроки я сейчас оденусь и пойду в центр города все-таки надо посмотреть что это за городишка конечно я бы поспал но опять меня вот это вот прет типа ну-ка как-то будешь спать зачем надо лучше пойти поснимать день пропадает поэтому я все-таки пойду до центра будем с вами осматривать центр этого хуэль в этой и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Что я хочу сказать, прохладненько, я так вышел 19.29 и прохладно, а что будет тогда, когда я буду возвращаться и будет уже темно, мне страшно предположить. Ну видите, джемпер-то я взял, но что-то как-то подумал, что да нет еще, на рано джемпер носить, а тут можно уже и джинсы таскать. Температура такая, сейчас типа 23 градуса, но я говорю прохладно, а потом ночью 20 обещают. Ну я подумал, что 20 не так и холодно, но вроде по ощущениям неприятно будет. Ладно, буду быстро идти, согреюсь, если что. Ну так недалеко я отошел, прошел метров 700, а тут уже движ. Людишки. Кто-то написал в комментарии, это уничижительно звучит. Людишки. Да, они людишки не потому, что они для меня какие-то смешные и нелепые, потому что они герои моего сериала, как бы так. Они как фон. Понимаете, так, куда они идут? Давайте за ними. Есть такое слово в английском, экстрас. Я забыл, как это по-русски звучит. Те люди, которые в эпизодах снимаются на заднем плане. Как-то так. Поэтому да. Я их никогда не узнаю, никогда с ними не познакомлюсь. Они реально как вот фон для моего сериала. Здесь какой-то концерт идет, представляете? Пятница, вечер. И вот так вот какие-то рокеры престарелые. Нормально? Круто. Видите, люди такие все чистые, ухоженные, в рубашечках испанцы. Ни одного бухова. Ни одного наркомана. Но меньшинство присутствует. Судя по всему. Сомневаюсь, но они знают слова. Это испанцы, а не панцовские. Сомневаюсь, но очень нравится. Не забывай от меня, потому что ты не знаешь, что это значит мне. Для него этот микрофон не пустое слово. Вроде не очень поет хорошо. Я в душу пою получше. Редактор субтитров. Я беру его на плечах. Не беру его на плечахе. Субтитры добавил. Субтитры добавил. Дом! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Скажу очень самобытно Знаете, как в фильме «День сурка» Мне казалось, что сейчас они вытащат сурка И заиграет та самая музыка из фильма Вот такие посиделки Забавные, испанские Очень простые Но в то же самое время прикольные Что сказать Вот дедушки, слышите? Сейчас там такой движ будет И сидись и отдыхают Так, а мне надо в центр Пока не стемнело Кафетерия Кафетерий такой симпатичный Так, но Я так понимаю, что мне На ту сторону И по прямой И всего лишь километр Я уже Типа возле дома Колумба Что-то такое Ну это, конечно, музей Но не дом-музей А просто Музей, посвященный Колумбову Я думаю, что он здесь не жил Может, переночевал Перед тем, как отправиться в Америку Что-то я по карте посмотрел Что-то у него с географией хуже, чем у меня было Как можно было Индию искать Именно там, где он нашел Америку Это, конечно, очень странно Ну нашел, нашел Стар Кебаб Это, видимо, Стар Кебаб 1 А то Стар Кебаб 2 Но Стар Кебаб 2 Он как-то популярнее, чем этот Но я думаю, что говно делает все там Что здесь Здесь вам и зубы могут ставить И волосы пересадить Что-то такое городишко интересное Вот опять, блин, стоматология Ну здесь, ну просто Огромное количество Стомат-клиник И салонов красоты Такого нигде не видел При том, что я не скажу Что-то все красавицы ходят Может, не особо-то и профессионалы Работают в этих салонах Эль музео Дель Хамон Музей Хамона Видите Хамона здесь Продается Очень много Я уже снимал Что почем В принципе В магазинах Испании Цены На Хамон Поэтому, может, не буду Но если так зайду По пути будет Поснимаю Так, ну вот здесь Вот начинается центр Там, видите, какая-то заброшка А здесь уже вроде как Центральная улица Я так понимаю А здесь у нас еще Какой-то там вот музей Каза Калон Конгресс Пелос Вот, пожалуйста 1883 год Ну, как-то так Дворец Конгресса Посмотрим Может быть, удивит Этот городишко Хотя он и не должен был Меня удивлять Он, в принципе, не был Одной из целей В принципе, он не такой известный Чтобы пытаться удивить Поэтому от него ожидаешь Меньше И когда получаешь больше То как раз Вот это и называется удивление И приятные эмоции Сейчас посмотрим Опять клиника Такое впечатление Что действительно сюда все приезжают Чтобы Что-то над собой сделать Может быть, это намек Что я еще могу сделать Зубы Но, извините На это у меня денег Однозначно нет Ну, нравится мне Вот эта вот плитка Которая в Испании Везде Очень круто Здесь Ну, просто не бывает грязи Мне кажется, что Можно вот так вот Лечь на нее и лежать И ты вообще не запачкаешься Вот как у себя дома В санузле По сути Видимо, какое-то Старое здание Которое будет реконструировать Но там, судя по всему Что-то нашли Какие-то черепки Вот, пожалуйста Да, как бы ничего не понятно Грязь одна Ну Что-то, видимо, важное Кто-то здесь жил Я думаю, великие укры Скорее всего И отсюда пошла вся цивилизация Как-то так Крестобал Колонн Это Христофор Колумб Понимаете? Кто бы мог подумать? И там вроде на здании Конгресса тоже был Колонн Видите, он показывает Индия там, говорит Да, Колумб Однозначно Индия там Не открыл бы ты Америку Сейчас бы, конечно Жилось попроще Ну, что делать Вышло, как вышло Вот это центральная площадь Так вот она выглядит Вывески очень интересненькие Не хватает Луи Ду Фюнесса Под ней В принципе, наверное, тех лет Почему Луи Ду Фюнесс? Потому что испанцев Я так не знаю Тех лет Актеров Не смогу сумничать Ну, прикольно Мне, честно Очень нравятся старые вывески Я за то, чтобы их не снимали Потому что это Графика Все вот это вот Очень интересно Это история Застывшая в шрифте Это очень круто Такс Ну Здесь тоже гучно Громко Дети Вот Все смешалось Люди-Кони Прям очень много детей И очень громко Такое ощущение, что здесь детский сад Находится, но нет Ага Здесь вот даже клоун есть Интересненько Ну, вот я вот так вот взял И перешел в центр города Мне кажется В самой И даже не заметил И казалось бы Ну Сколько здесь 140 тысяч Населения Вроде бы Как они все Вышли сюда Отдохнуть Такое впечатление, что И Мой подписчик говорил Юра, ну ты же найдешь здесь Какой-то нормальный вариант кафешки Никаких вариантов нет Вот я смотрю Или пиво Или бургеры Или картошка фри Казалось бы Такая Культура Да Достаточно Древняя, можно сказать Испанская Но Может быть в селах Basic fit Пожалуйста У меня крепатура уже прошла Кто знает Может быть На днях я сюда наведаюсь В зал А сейчас Попробую снять 100 евро Которые я отдал тому дядьке За Проживание Самый адекватный банк Здесь Всегда срабатывает Ну правда он меня Насколько на 250 евро Нагнул В прошлом году Не было гативки Не было денег Там Вообще И он просто не выдал мне деньги А счета снял Я потом пытался Это все разрулить И только в Индии Спустя 3 месяца Такое 3 больше Там 4 или 5 Они отдали мне мои деньги Вернули Это была жесть Конечно Так Ну Вроде все По главной площади Я могу ошибаться Но Если здесь Колумб И фонтан То это Главная площадь Тоже такое Знаете Такая смесь Современных зданий И Древних Ну ладно Опять в музей Хамона Давайте зайдем Посмотрим Это видимо Какая-то сеть Видите Сколько Висит ножек Ну и цены То есть 119 есть Видите Евро 7 килограмм А вот 50% Что ли Ага За килограмм 24.95 За килограмм Тоже за килограмм 36 евро То есть Здесь же Разные Бывают Виды Этого Хамона И прям Очень дорогие Есть А есть Прямо Очень дешевое Я видел Даже за 35 евро Можешь себе взять ногу И радоваться жизни Я Особо Разницы Не ощущаю То есть Это надо быть Действительно Специалистом Чтобы Понимать Где Какой Хамон Для меня Хамон Уже Нормально Вот Любой Наташу Привезли Тоже из Испании Хамон Какой-то Очень дорогой Она порезала Ну Хамон ОМОН Да То есть За 35 евро Нога Что за 135 Хрен пойми В чем разница Пишите в комментариях Я думаю Что у меня Подписчики Продвинутые И зрители Эти подписчики И зрители Я как-то разделяю Вот Чтобы Быть одним целым Чтобы быть зрителями Ну то есть Чтобы не быть зрителями Просто А быть подписчиками Все очень просто Опять же Надо Нажать На подписаться И все И будет нам счастье Скоро Будет 55 тысяч Конечно Я не знаю Доживу я до этого Или нет Очень смешно Сейчас С этими всеми Перипетиями Оно Так Поменялось Вообще Тренды поменялись Как я смотрю У ютюба Я специально Там записываю Некоторые видео Где-то Они провокационные Чтобы глянуть Ну как Что Что интересно Что интересно Народу Что заходит Раньше Прямо это залетало За здрасте И подписывалось Там по тысяче Человек за неделю Сейчас Как-то уже Все проще Стало Потому что Видимо Действительно Замедляют ютюб Не знаю Но 55 тысяч Было бы неплохо Все-таки И добить Поэтому Подписывайтесь И будет вам счастье Посмотрите Здесь еще Какое-то Центральная Какая-то улица Есть Люди ходят Людишки Как я говорю Давайте прогуляемся Если вымощено Белой плиткой Значит Не просто так Опа Посмотрите Знакомые все лица Видите Вот так вот гуляешь И как будто Даже не один Дрон Здесь висит Дедушка Еще его Не догнал Который В Марбелле Висит На витрине Этого банка Так Лос-Анджелес Неплохо Кажется Смешно Это смотрится Вот Европу Приезжаешь Когда названа Калифорния Или Лос-Анджелес Думаешь Так Ну это мы Какие-то были Зашоренные Нам казалось Что там Как-то так Круто Что Это США Ну Странновато Я так смотрю Что здесь Манго Располагается Магазин Значит Это тоже Какая-то Центральная улица Вот действительно Убрать Букву Л Да И получится Мои ощущения Вчерашние С машиной Вот прямо Так он Резонирует Этот город С тем Что я вчера Ощущал Ла-Мафия Бамс Видите Для того Чтобы людям Не было жарко Даже вот Такая Такие навесы Есть Фудлокера Здесь нет Я посмотрел Сюда Фудлокер Не дошел Бургер Кинг Есть Поп Айс Нету Но Киев Синера Тоже нет Но Улица Не заканчивается Достаточно Длинная То есть Городок Даже Вот такой Не совсем Маленький Действительно Город Я посмотрел Видео Когда делал Перед тем Как машина Сломалась Там Достаточно Далеко От этой У Эльвы Были Указатели На нее То есть Португалия У Эльва И внизу Португалия То есть Два направления Основных Было Очень Много Бабушек Таких Знаете Ухоженных И Дедушек То есть Какой-то Такой Стареющий Городок Молодежи Здесь Меньше И Видимо Ковид Прошел Мимо Иммунитет Здесь Был Хороший У Людей Опять Хамон Продают Ну Я так понимаю Что По сути Это я Обошел Большую часть Города Здесь Ничего Интересного Нет Надо Ехать В Севилию 90 Километров Севилия Отсюда Находится Мне Конечно Что В Севилию Что В Португалию До Пещер До Этих Одинаково Ехать Даже До Пещер По-моему Ближе Куда Я Не Доехал Надо Будет Подумать Вот Очень Много Пивных Люди Пивко Любят Пить Здесь Пьют И Все И Даже Без Без Сухариков Без Рыбы Без Воблы Хотя Нет Орешки У них Есть И Оливки Они Еще Любят Всегда Приносят Официант В В В В Все Эпицентр Прошли Я Немножко Свернул В Другую Сторону И Здесь Уже Тихо Никого Нет И Закончилась Вся Движуха Надо Будет Решить Куда Поехать Пожалуйста Кафешка Может Быть В Эту Кафешку Пойти Похарчеваться Не Знаю Все Она Выглядит Очень Очень Странно Ну Представьте Себе Посидеть Здесь И Заплатить 25 30 Евро За Покушать Вот Как Одессит Может В принципе К этому Серьезно Отнестись Ну Еще В Венеции В какой-то Там Где Уже Деваться Некуда Как Бы Да Ну Тоже Такое А Вот Здесь Вот Прийти Сесть В Какой-то Ну Извините Ну Рыгаловки Реально У нас Столовок Даже Таких Нет Уже И Что-то Тебе Приготовят Но Я не знаю Что там Приготовят Может быть Неплохо Но Опять же За это Платить Кэш Нормальный То-таке Ну Я думаю Не получишь Удовольствие Да Я говорю Что Прикольно Когда У тебя Желаемое Действительное Когда Действительное Превосходит Желаемое Тогда Вот Ты получаешь Это удовольствие То есть Или цена Должна быть Низкая На что-то Или качество Должно быть Выше Чем Ты ожидаешь Тогда Ты получаешь Приятные Эмоции Здесь Я вот Не знаю Цена Там будет Высокая И Качество Тоже Тоже Да Там Кафешки Низкое И Это единственное Кафе Где еда А не Вот Какие-то Сухарики Там И Бургеры И Пицца Но Получается Что Могут Удивить Только Безумно Вкусной Едой Но Я-то В Карпатах Был В Одессе Был Не получится Меня удивить Я думаю То есть Здесь все К сожалению Обречено На провал Вот Конечно Есть В голове Такая Картинка Приехать В какую-то Деревушку Испанскую Там И там Какая-то Женщина В белом Передничке Испанка Готовят Какую-то Действительно Традиционную Испанскую Испанское Блюдо Вкусное Красивое И недорогое И ты Знаете Это Такой Твой секрет Получается Ты нашел Это место Кайфуешь Ешь Потом Будешь Друганам Рассказывать Как Как У тебя Это Происходило Давайте Колумбу Снова Свернем Ну И Все Это Уже Галочка У тебя В твоем Каррикулум Вайте Как говорят Англичане Американцы В твоем CV А Также Такое Знаете Такое Все Видите Эти Действительно Вывески Все Такое Старое Ободранное То есть Столовка По цене Хорошего Ресторана Да Какое Очень Хорошего Ресторана В Украине В Одессе Вот так Вот народ Еще Собирается Здесь Какой-то Типа Пустырь Или Площадь И Они Что-то С собой Приносят Их Так Много Они Кушают Здесь Выпивают Ну Интересно Интересно Холодильнички Какие-то Сангрия Вроде Если я Правильно Понимаю Очень Странно Смотрится Ну Прикольно У нас На Молдаванке Бывает Так Собирается Народ Шашлыки Делает Прямо На улице А Здесь Вот так Вот Не шашлыки Но Тоже Поесть Не дураки Ну что я могу Сказать про городок Такой себе Городок Такой себе Уже Я мыслями Честно говоря В этом круизе Хочется Венецию Хочется Опять же Каких-то Эмоций Ярких На корабль Тоже Хочется Посмотреть Что это Такое Вам Показать Но С другой стороны Хотелось бы Конечно же Чтобы Ничего не висело Типа Действительно Мои машины Очень хочу Чтобы ее сделали И чтобы Она работала И чтобы Она Хоть до Монпелье Довезла Мне нормально Без всяких Сюрпризов Хотя видите Уже так Как фото Я Говорю Про свою Машину Будем Надеяться Что Это У нее Было Помутнение Что Чего-то Она Меня Спасла Надеюсь Что Ничего Опасного Для Меня Дальше Не будет Опять же Ее Еще Не Отремонтировали Чтобы Никаких Сюрпризов Не Выпало Тоже Буду Держать Кулачки И Пальцы Сюрпризов